Начинается новый день и мы начинаем Arbeiten! Шнель-шнель! Макбук нас ждет! Здравствуйте, мои хорошие! С вами Компьютерная Реальность и Макбук А1.1.8.1 со вторички. И сегодня я расскажу вам, как победить проблему, если не вставляется жесткий диск на место, как вытащить из старого Макбука CD-диск, если он не хочет его выплевывать, и как отстегнуть от Макбука заклинившую батарею. Если вас это интересует, то смотрите. Также напоминаю, что включайте плейлист выживания на Макбука А1.1.8.1. Там много интересного. Никого не трогаю. Хотел почистить вот этот вот тихий ужас. Для этого надо снять батарею, а она не снимается. Берем чего-нибудь типа карты или монетки и открываем замок батареи. Сейчас, как вы можете видеть, она прекрасно снимается. А когда я это делал в первый раз, она не снималась, ну, от слова совсем, и вела себя, будто замок закрытый. Хотя явно этот замок щелкал и открывался. Пришлось вот так вот вставить в щель карту пластиковую с открытым замком, взять нож, всунуть этот нож в щель, хорошенечко расшатать его там, пошатать, упереться, и только тогда я смог выдрать батарею. Далее, при попытке скормить этому Маку диск с виндой и посмотреть, что из этого получится, у нас отвалились вот такие вот резиновые уплотнители отсека для жесткого диска. Они просто смялись, я их выковыривал пинцетом. Спокойно выковырились минут за 15. Как подсветить, долез, так все сразу и снял. Еще CD-ROM. В CD-ROM был диск с четвертым офисом, и чтобы его выковырять, пришлось брать карту и картой совершать следующие манипуляции. На кнопку выброса он не реагировал, но она тоже пригодилась. Итак, чтобы вытащить застрявший диск из Мака, надо взять карту со срезанным углом, заточенным, и вот так вот тут пошатать ее туда-сюда и при этом нажимать на кнопку выброса. Тогда у меня диск вышел. Этот CD-ROM не глотает диски, с горем пополам выплевывает, но читает он их хорошо. В принципе, проблемы с CD-ROM меня не колышат, потому что у меня вот такой вот девайс сделан. Это, кстати, бокс для DVD-привода от Note 12.7 с Алиэкспресса. Нереально недорогая штука. Я даже ссылку в описании дам, он помогает. Макбук его прекрасно видит, даже несмотря на свою великую древность, и очень даже хорошо с ним дружит. Естественно, аппарат включается, выходит он спокойно из спячки и прекрасно работает. Поставил сюда Mac OS 10.7.5. Это максимум для A1.1.8.1 2008 года. 2009 можно 10.9 ставить, которая поддерживает актуальные программы, как минимум браузеры. Но сюда мы будем гнать винду. Зачем ставил Mac OS? 10.6.8. Просто ничего, кроме Windows XP через BotCamp не хотела ставить. А мне нужна семерка. Вот это Mac OS умеет семерку 32 бита. В заключение хочу сказать, что компьютер пока что мне нравится. Mac OS в принципе довольно прикольная ось, но мне она не очень нравится. Но опять же, это не проблема поставить сюда Windows 7 и наслаждаться тем, чему ты привык. Я, конечно, понимаю, это извращение, но Mac OS на этом компьютере тоже останется. 320 гиговый жесткий диск будет поделен на два раздела по 160 гигабайт поровну между Mac OS и виндой. И пользоваться буду тем, чем мне надо в данный момент. Делается это легко. Просто нажимаете Alt при перезагрузке и выбираете, чего загрузить. BotCamp вам в помощь. Винда ставится тоже довольно легко. Кстати, как поставить вот эту 10.7.5 Mac OS Lion, ссылочку я оставлю в описании. Вот эта вот статья рассказывает, как абсолютно спокойно поставить 10.7.5 на ваш старенький Mac OS. В этой статье есть ссылочка на Torred Tracker, где этот самый Lion можно просто скачать, записать при помощи вот такого древнего MacBook'а на флешку и спокойненько установить. К сожалению, эта ось тоже не тянет последние программы, но зато она поддерживает относительно современный BotCamp, который позволяет уже спокойно поставить 32-битный Windows 7. Не парюсь, у него прям при запуске в меню как раз выбор поставить семерку. Это делается не очень сложно, но об этом будет отдельный ролик. Я думаю, маководам это пригодится, потому что кто морально устарел, на старом Mac'е вы уже ничего не сделаете. На нем просто нету последних версий программы. А на этом я с вами прощаюсь. Сори за болтологию. Сори за то, что видос получился чуть длиннее, чем я. Я хотел, но мне надо было высказаться. До свидания. Всем бобра. Всем удачи. Бай-бай. 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 Бай-бай.